Омск занял первое место в рейтинге миллионников России по количеству так называемых хрущевок, домов, построенных в середине прошлого века. Рассчитаны здания были на 20-25 лет. 60 лет спустя в Омске пятиэтажек оказалось 38% от всего жилого фонда. Это порядка 2000 жилых домов, почти 180 из них относятся к самой неудачной серии, 335-й, с неполным каркасом. Такое жилье в Омске строили для рабочих промышленных предприятий, возводили целые микрорайоны. Как сегодня живется мечам в домах, чей срок годности истек 30 лет назад, расскажет Ольга Качкурова. В Чикаловском поселке хрущевки появились одни из первых в Омске. 97-й дом по проспекту Космическому построили в 1963 году. Наталья Горбачук вспоминает, все 76 квартир заселили в один день. Самой Наталье тогда было 8 лет, а до этого ее семья жила на подселении с общей кухней и санузлом на 4 семьи. Зимой переезжали мы сюда 5 или 6 января. Было очень холодно. Приехали, наши квартиры заняты. На четвертом этаже нам дали квартиру. А там уже на Васильеве справляют. Папа снова поехал в завод требовать квартиру. А вот о том, что хрущевки – это временные дома, рассчитанные на 20-30 лет, родителям Натальи не говорили. Сама она об этом узнала уже много лет спустя, когда в 47 квадратных метрах выросли трое ее детей. В Омске хрущевки строили 20 лет. С 1958 по 1978 год. Целыми микрорайонами по окраинам города. Так было дешевле и удобнее для подъезда строительной техники. Многотонные плиты отливали на заводах, а для их перевозки специально проектировали новые модели грузовиков. На месте дом собирали как конструктор, скрепляя детали железными болтами. Стыки плит и стали тем самым слабым звеном. Эти панели вверху внизу к этому каркасу просто приварены металлическими стержнями. Вот они уже начали ржавить? Они уже начали ржавить. Ну и сами эти швы. То есть они же тоже утеплялись и они уже разлагаются. То есть там сам материал уже потерял свои свойства защитные. Сегодня в Омске около двух тысяч пятиэтажек, построенных в советское время. 177 из них с неполным каркасом. Это самый ненадежный проект. Строить по этой технологии запретили еще в 1966 году. Так много хрущевок в Омске оказалось из-за обилия заводов и фабрик. Предприятия нуждались в рабочих и строили недорогое жилье целыми микрорайонами. Сегодня же сносить и расселять обветшалые дома, как это делают, к примеру, в Москве, в Омске не стали. Денег не нашлось. В конце нулевых в Омске заработала программа по реконструкции хрущевок. Каркас старых зданий усиливали, стены утепляли и обшивали сайдингом. Строители утверждают, после такого капремонта хрущевка простоит еще лет сто. Так ли это покажет время, но в любом случае за годы действия программы в городе преобразилось 30% омских хрущевок. Омскую технологию переняли другие регионы. А вот у нас программу закрыли из-за нехватки средств. Всего модернизировать успели 52 дома, потратив на это 243 миллиона рублей. На 19 объектах работы не были завершены из-за нехватки средств. Сейчас городу необходимо укрепить еще 125 хрущевок с неполным каркасом. Но в следующие пять лет планируется отремонтировать только 20 домов. Ольга Качкурова, Павел Ходынский и Артак Мурадян. Новости здесь, Омск.